Здравствуйте, дорогие друзья! С вами канал Философское мнение, его ведущий я, Дмитрий Круглых. И меня уже долгое время прям упрашивали многие люди вообще записать ролик о том, зачем нужна философия. А я как-то все время сопротивлялся, потому что мне казалось, что этот ответ, он очень очевидный. Я думаю, что он может быть даже каждый год я буду как-то перезаписывать этот ролик, потому что я смотрю на свои какие-то взгляды, например, год назад они изменились крайне радикально. И вот мне хотелось бы, наверное, сейчас зафиксировать, зачем нужна философия. Вообще, потому что тут я недавно столкнулся с абсолютно непроходимой тупостью, когда, значит, одна пожилая женщина с очень хорошим образованием, она говорит, ну как, зачем же это ваше старье, Платон, Аристотель? И, вы знаете, меня это как-то вот очень сильно задело, потому что Платон и Аристотель – это никогда не про тогда. А философия – это всегда про сейчас. Вы можете заниматься чем угодно, вы можете быть в любой сфере, это может быть, я не знаю, это может быть юриспруденция, это может быть художественные какие-то направления, живопись, скульптура, дизайн, реклама и так далее. И на самом деле каждый человек в философии, он всегда может найти что-то свое. И почему очень важно понимать, что, зачем, да, у нас с вами, зачем проходить Платона, зачем проходить Аристотеля? Вроде бы, казалось бы, все и так понятно. Ну, был Платон, был Аристотель. А, понимаете, лучше, чем кто-то про цензуру, чем Платон в своем государстве, написал никто. Никто лучше, чем Аристотель, не зафиксировал мысли по поводу того, как должна выглядеть трагедия. Или же выше Аристотеля никто, наверное, не приплюнул какие-то этические основы, этических проблем. Как быть счастливым. Понимаете, когда люди идут к Блиновской, к инфобизнесменам, вот этим вот всем, то, конечно же, это люди, которым очень плохо преподавали философию. То есть, которым не... Ну, потому что это все можно объяснить за одну пару и через Аристотеля. То есть, как быть счастливым. И, условно говоря, вот эти вот практики, они существуют, да, там уже там две, там больше, чем две тысячи лет. Поэтому вот эта вот вся история, философия, она помогает критически мыслить. Философия помогает критически мыслить, она помогает сформировать собственное мировоззрение. То есть, в этом плане еще очень важно, чтобы ваш, да, там преподаватель по философии, он не придерживался каких-то собственных концепций и убеждений. На самом деле тоже очень важно. Чтобы он не транслировал, понятное дело, не транслировать, скажем так, всегда интерпретировать, всегда каждый преподаватель может по-своему. Но очень важно понимать, чтобы он не вставал полностью только на одного философа. Вот говорит, что Платон классный, а вы знаете, вот Аристотель, это что-то... Нет, все философы, они, во-первых, равноправны, просто про одних мы знаем больше, других знаем меньше. Но каждого философа надо рассказывать с любовью. И опять же, если вы не знаете, да, казалось бы, что такое средневековая философия, зачем она вообще нужна. Просто проблема в том, что если вы не знаете средневековую философию, вам будет очень сложно смотреть и анализировать кинематограф. Вам будет очень сложно находить какие-то смыслы потаенные, да, потому что, условно говоря, уже есть наработанный инструментарий, он наработан в средние века. Еще раньше, да, какие-то вещи. И просто посмотреть, как одно переходило в другое, как одна мысль влияла на другую, как одно шло за другим. И просто был такой период времени, когда мне понадобилось открыть историю психологии. Я открываю историю психологии, и учебник хороший, МГУшный, очень классный. Я открываю учебник по истории психологии, и я вижу, что, о, те же самые люди, Платон, Аристотель и так далее. То есть, вплоть до Фрейда, там фактически с учебником по истории философии один и тот же контент, мягко говоря. Вот, поэтому и здесь, ну, на самом деле, очень тоже много объясняет, потому что та же самая психология, она выходит из философии. И это не, понимаете, есть такая очень тоже важная проблема, потому что, как и литература, литература никогда не про тогда. Она еще и про сейчас, потому что вы живете сейчас. Вы ищете там уже те смыслы, которые вас волнуют, которые вы сейчас переживаете, которые вы сейчас как-то хотите найти. И вот то же самое с философией. Философия – это всегда про сейчас. Философия – это про свободу, про свободу мыслить и мыслить, выходить за рамки своего какого-то мышления, за рамки стереотипов, за рамки сложившегося общественного мнения, для того, чтобы дойти до самого предела, для того, чтобы заглянуть в бездну, да, чтобы бездна, да, она посмотрела в тебя. Для того, чтобы найти вот эту вот связь, найти вот эту связующую и через это стать свободным, стать свободным и стать свободным в своей мысли. И увидеть то, через какую боль, страдания проходили люди, да, потому что история философии, она достаточно болезненна, когда люди сражаются за свои убеждения. И посмотреть, как они идеологически, логически, как-то это вот все выстраивали, плюс выстраивали какую-то свою определенную позицию по тем или иным вопросам. Вот, поэтому, это мой такой краткий ответ, зачем вообще изучать нужную философию. Поэтому, самый большой призыв, будьте свободными и благодаря этой свободе мечтайте, делайте мир лучше. Ну, и я буду рад, если вот вы сделаете конкретно мой мир лучше, если вы мне подонатите на канал, это будет как минимум приятно. И можете вступать в чатики, там я каждый будний день стараюсь рассказывать что-то о философах, о философии, а также о японском языке. И до встречи, увидимся на этом канале.